Здравствуйте, уважаемые зрители канала Нейромир ТВ! Сегодня в эфире девятый выпуск программы «Голос интернета» и программа, посвященная, в общем-то, главному событию, которое сейчас нам предстоит в марте 2018 года. Я напомню нашим зрителям, что в пятом выпуске «Голос интернета» у нас были в студии Владимир Филин, Павел Грудинин и Юрий Болдырев. Тогда Павел Грудинин выступал в роли кандидата в кандидаты в президенты. Сегодня он уже, можно сказать, кандидат. Итак, сегодня в нашей студии наши гости. Филин Владимир Иванович, Грудинин Павел Николаевич, Болдырев Юрий Юрьевич и Тетёкин Вячеслав Николаевич. Собственно, наша программа начинается с того, что задаются вопросы, но сегодня я воспользуюсь, скажем так, своими привилегиями ведущего, который узурпировал канал. И первые два вопроса задам я. Но я люблю задавать всякие каверзные вопросы, поэтому я сейчас начну с самой зубодробительного вопроса, который мучил всех буквально последние 10 дней. Итак, мы видим на этой фотографии Павла Николаевича Грудинина на отдыхе в Германии. Павел Николаевич, что же вас так привело в Германию? Почему вам не отдыхалось в России? Ну, вот откуда всё вот это? Может быть, всё-таки имело смысл в России как-то вот кандидатов в президенты России встречать? Встречать. Ну, во-первых, то, что вы видите на фотографии, это не Германия, это Франция и ещё, по-моему, Италия, по-моему. И это съёмки 14-го и 16-го годов. Вот, поэтому эти съёмки устарели. Я уже 18 лет езжу на лыжах кататься. Вот, и могу вам что-то сказать, что если вы поедете в Сочи кататься, то это вдвое дороже обходится, чем кататься, например, в какой-нибудь Германии или Италии. Вот, поэтому мы с друзьями на протяжении уже 18 лет ездим кататься. Но мы ещё к тому же и члены Союза земляничников Германии. Мы покупаем там технологии. В Голландии, кстати, тоже я очень часто бываю, потому что мы там купили роботов и покупаем там рассаду земляники. У нас давние связи с Европой. Причём, надо же понять, что позапрошлым году до 450 миллиардов доходили обороты между нами и европейскими странами. Я думаю, что если бы в Сочи было дешевле кататься, я бы, конечно, катался больше в Сочи. Но на самом деле мы европейская страна. В этом ничего плохого нет. Тем более, что если ты покупаешь, как я это сделал, за 4 месяца путёвку, то есть смысл отдыхать там, где это, ну скажем так, удобно. Но я же здесь. Меня знаете, что дальше больше беспокоит? Я когда проходил таможню, нет, паспортный контроль, меня остановили на 20 минут. А потом, когда я выходил уже после этого, ко мне подбежали телевизионщики. То есть у нас какая-то странная страна. Меня специально остановили на паспортном контроле, чтобы потом, ну скажем так, независимые репортеры, которые не представляются, стали меня спрашивать о том, о чём сейчас меня спросили. Но, кстати, вместе со мной, Игорь, Игорь, вместе со мной прилетело ещё около 300 наших соотечественников, которые тоже отдыхали в Германии на лыжах. В этом ничего страшного нет. Я вообще-то на самом деле живу в России, и я думаю, что это правильно. Мы большая, великая страна, и к нам ездят, и мы ездим тоже. Не надо себя ни в чём останавливать. Хорошо, тогда мой следующий вопрос. Вопрос касается вообще всей предвыборной кампании. Вот, ну, я не знаю, кто из гостей возьмётся за этот вопрос, но я, в общем-то, как и многие из зрителей, задаются одним вопросом. Вы что, всерьёз верите в выборы в России, и что выборы что-то могут изменить? Или же это просто вот некий такой вот ритуал? То есть выборы, они вообще что-то решают? Во всех странах мира выборы что-то решают. Почему наша страна должна быть особенной страной? Тем более, что вы же понимаете, что есть два пути. Легитимный через выборы, смены власти, и нелегитимный путём, не знаю, как называется, бунта, ещё чего-то. Но мы же патриоты России, и ввергать её в какие-то перспективы туманные мы не хотим. А мы хотим через выборы действительно добиться того, чтобы власть, по крайней мере, поменяла свою политику по отношению к людям. И стала, ну скажем, более вменяемой. А это можно сделать только путём выборов. Потому что выборы – это борьба идеологии, борьба программ, борьба людей. И мы говорим, что, слушайте, вот мы хотим что сделать. Кстати, сегодня будут опубликованы 20 шагов по, скажем так, изменению нашей ситуации в нашей стране. Они полностью поддержаны КПРФ и национально-патриотическими силами. И вы в ближайшее время с ними ознакомитесь и поймёте, что есть реальный путь выхода из кризиса без всяких революций и без всяких волнений. Нужно только прийти на выборы и проголосовать. Я добавлю. Ну, во-первых, мы уверены в том, что мы выиграем. Потому что такого кандидата давно не было. Поле политическое, по сути дела, выжато. И все рассчитывали на то, что будет как всегда. Ну, там, так сказать, стандартные наши кандидаты выйдут. Ну, естественно, получат свои, так сказать, определённые голоса. И наш единственный кандидат, которого, так сказать, вся страна любит, будет у нас опять президентом. А тут вдруг появляется человек, который ломает всю систему. То есть, рушит всё, что было предусмотрено администрацией президентом. Сегодня рейтинг Павла Николаевича, ну, мягко скажем, зашкаливает. Потому что люди увидели новое, увидели реального человека, который сегодня дело делает. Он не просто говорит, это не говорящая голова. Этот человек сегодня показывает, что на самом деле сделано, как сделано. И если это распространить на всю страну, а это возможно, у нас есть яркий пример Лукашенко. Вот, пожалуйста, мы продукты питания получаем теперь не с своей страны, а привозим от Лукашенко. Мы качество этих продуктов оцениваем, потому что они имеют ГОСТы и так далее и тому подобное. То есть, масса вопросов, которые люди ждут, чтобы их решили. А власть не решает. И вдруг появляется кандидат, который сегодня может решить. И национал-патриоты с радостью поддерживают этого кандидата. Я надеюсь, что тут вопросов нет. Павел Николаевич, можно мы продемонстрируем вашу природную скромность? Давайте буду хвалить не вас, а нас. Значит, я хочу обратить внимание. Замечательный кандидат, но главное, не было, скажем так, наверное, со времен Великой Отечественной войны. Такого общенационального объединения. Объединения от коммунистов до национал-патриотов. Вот это мне представляется не менее важным. Павел Николаевич Грудин не только личность, не только хозяйственник, не только человек, нормальный, живущий в доме вместе со своими сотрудниками. Но это еще и объединитель, за которого готовы проголосовать от коммунистов до национал-патриотов. Вот это мне представляется. Ну, короткое замечание. Павел Николаевич очень важную вещь сказал. Проблема не в выборах самих как таковых. Мы знаем о том, что фальсификация, манипуляция, они уже давно отработаны. Но проблема заключается в том, что наш обыватель, избиратель не ходит на выборы. Если вы хотите изменить свою жизнь, придите на выборы. Сейчас нет еще агитационного периода. Мы не можем призывать голосовать за какого-то из кандидатов. Мы можем призывать избирателей. Обязательно придите на выборы. Отдайте свой голос. Определитесь в своей собственной судьбе. Каждый голос имеет значение. Вот это ключевое. Говорят так. Плохую власть вызывает, выбирает хорошие влажные, которые не ходят на выборы. Действительно это так. Если вы хотите хорошей власти, придите на выборы и проголосуйте. Кстати, Игорь, по первому вопросу. Я тут вспомнил. Совхозу 4 года назад было 95 лет. В этом году, слава богу, исполняется 50. Так представляете, все мои сотрудники, которые имели загранпаспорта, поехали в 7-звездочный отель, такие в Турции тоже есть, и 5 дней проводили там отдых. Причем директора не взяли с собой. Но директор вообще должен отдельно отдыхать от своего коллектива, потому что он всегда сковывает коллектив. Так они там так отдохнули, что, кстати, в этом году опять поедут на отдых. Я не знаю, какую страну они выберут. И все это оплатит совхоз. Так что мы тут все, без исключения, отдыхаем и неплохо отдыхаем в Турции, в Греции, за границами различными и других территориях. Ну, после того, как хорошо поработают. Ну, для этого нужно хорошо работать. Не просто сюда отдыхать постоянно. Я начну с вопросов, которые уже были немножко раньше заданы. И постепенно мы начнем двигаться. Итак, вот вопрос, заводя Татьяна Зименкова. А что происходит с финансированием избирательной компакты? На счете Грудинина 1 тысяча рублей. Как и когда начинать работать регионами, если все сидят и ждут? Я, наверное, только высплю, что у одного из кандидатов, но вы его все знаете, у него 400 кандидатов, то есть предельная банка, там сразу вопросу, было так, и один физический компакт, причисленный на 30 тысяч рублей. Ну, вот, собственно, вопрос у меня, я виновата расширю, вопрос зрительницы Татьяны Зименковой. Вы как планируете, когда у вас деньги-то появятся? Или денег нет, и я не могу держаться? Наоборот, мы вчера только, скажем так, раскрыли свой счет, и уже вчера 124 тысяч пришло, но на самом деле выборы выигрывают не деньги, выборы выигрывают люди и их мысли. Поэтому, если мы правильно донесем, в том числе и через вас, Игорь Валентинович, наши мысли, которые, я думаю, поддержаны большинством граждан, то мы без больших финансовых ресурсов победим на этих выборах. Другое дело, что, конечно, необходимо, скажем так, оплачивать работу специалистов, а это делается только через избирательный фонд, оплачивают агитационные материалы, и я думаю, что в ближайшее время вы наш расчетный счет узнаете, и вот мы, скажем так, будем собирать деньги на избирательную кампанию. Кстати, добавить можно, что мы сейчас говорим о том, что вокруг кандидата, и кандидат сам выдвинут от команды, и эта команда очень мощная, и сегодня эта команда включилась в процесс выборной кампании. То есть мы не просто выдвинули кандидата, но он вместе с командой идет, и это очень важный момент, кстати, когда спрашивают, а кто, а что. Вот то, что говорил Павел Николаевич сегодня о 20 шагах, это отработано вместе с командой, и, надеюсь, позицию Павла Николаевича в этом плане поддержит. Уважаемые зрители, вот перед Павлом Николаевичем держит его программа «20 шагов». Это обработанный, сжатый вариант того, что мы и на основе 10 шагов КПРФ, и 10 объединенных ТС, ПДС, НПСР, и тех двух документов, которые мы согласовали на публичных переговорах. Значит, и здесь один из пунктов, что национализация системы образующего стратегически важна, потому что олигархат финансировать такого кандидата и такую силу не будет. Поэтому, уважаемые зрители, от вас зависит, будут ли средства, в том числе на аренду залов, когда Павел Николаевич приедет в ваш регион, в ваш город, будет ли средства на какие-то другие технические работы. Теперь зависит только от вас. Олигархи это финансировать не будут. Хорошо. Следующий вопрос задает его Лариса. Павел Николаевич, как будет устанавливаться обратная связь с народом в случае нашей победы в выборах? Сейчас невозможно достучаться до президента, он живет вне общества. Ну, на самом деле, вы же знаете, президент проводит одну прямую линию, или две-три прямые линии в год, и тогда до него может достучаться, но не все. Я считаю, что президент должен, прежде всего, создать систему, создать, чтобы правительство работало так, как оно должно работать, чтобы губернаторы работали так, чтобы не было вопросов в губерниях, на территориях, которые нужно было решать президенту. Это не дело, когда президент решает, где поставить детскую площадку, или как, скажем так, вылечить человека где-нибудь в апатитах. Это абсолютно неприемлемо. Должна работать система, и вы знаете прекрасно, что система в Советском Союзе работала без вмешательства Леонида Ильича Брежнева, или там других генеральных секретарей. Поэтому задача президента подобрать такую команду, и об этом сегодня Юрий Юрьевич говорил, чтобы эта команда сделала так, чтобы каждый человек мог со своей бедой прийти в местные органы власти, в органы субъекта, в органы федеральные, если это необходимо, и решить свои проблемы без вмешательства президента. Это основное из условий. Хорошо, следующий вопрос. Вопрос задает Татьяна ЗЛ. Почему так долго раскачиваетесь? Много людей хотят помочь, но распоряжений в отделении КПРФ нет. Обсуждения пройдут только в конце недели. Время уходит? Главный политический советник, представитель КПРФ. Мы совершенно не раскачиваемся. Мы включились в работу. Немедленно после съезда, на котором была выдвинута кандидатура Павла Николаевича, может быть, результаты еще не ощущаются на местах. Наша страна огромная, и быстро доходит информация. Но уже подготовлен целый пакет информационных материалов для наших местных отделений. Они вот буквально сейчас, когда мы с вами разговариваем, они распространяются, появляются на наших сайтах, готовятся уже материалы, то есть целый блок уже готов к распространению. Но здесь есть ограничения двойственного характера, есть ограничения, которые накладываются законом. То есть агитационный период еще не начался. Если мы преждевременно начнем агитировать за Павла Николаевича, нас обвинят в том, что мы нарушаем действующие законодательства. Но с точки зрения подготовки инфраструктуры, политической, организационной инфраструктуры, мы занимаемся этим самым плотным образом. Вчера у нас было первое заседание избирательного штаба. После этого были дополнительные консультации. Все это продолжалось в течение многих часов. Мы самым обстоятельным образом обсуждали мельчайшие детали избирательной кампании. То есть мы готовимся энергично и самым тщательным образом. Ну я тоже добавлю, потому что вопрос. Прошу прощения, заместитель начальника избирательного штаба, координатор КДС НПСР, Филин Владимирович. Все дело в том, что мы давно начали эту работу. И естественно мы не можем ее представлять как чисто за кандидата. Потому что кандидат должен быть оформлен официально через Центральную избирательную комиссию. Но как за человека, который выставляется нами как кандидат, мы уже работу ведем. По регионам у нас работает достаточно активно. И в Питере работают у нас активно. И в республиках, ну я в Москву была не беру, потому что крупные мегаполисы нами охвачены. Но самый важный момент, о котором я здесь хотел сказать. Ни одно КПРФ занимается этим вопросом. КПРФ совместно с национально-патриотическими силами России. Это кандидат от левых и патриотических сил. Это кандидат, который сегодня представляет как народный кандидат. От множества различных политических сил и партии. Поэтому то, что мы сейчас делаем, оно вроде как не видно. Оно как бы лежит где-то там. Но сам факт того, что все проведено, и как только будет кандидат зарегистрирован, мы тут же начнем выборную кампанию. Активную выборную кампанию. Кстати, спасибо вам за то, что вы активно включились в этот процесс. Игорь Валентинович. Всегда, пожалуйста, наша задача быстро, оперативно информировать и давать объективную информацию. Но, тем не менее, продолжаем нашу программу. Следующий вопрос. Он поступил от Алины Асеевой. Что будете делать с Центробанком? Есть кандидат на должность главы Центробанка? То есть, вот зрители интересует этот вопрос. Ну, наверное, Центробанком будем сначала принимать закон о Центробанке, которым изменим, скажем так, порядок его отчетности и подотчетности. Центробанк должен быть подотчетен парламенту Российской Федерации, на мой взгляд. Ну, а потом будет решаться на совместном заседании уже вопрос по кандидатуре главы Центробанка. Ясно только одно. Нынешняя кандидатура будет, скажем так, снята с должности. Это точно. Я коротко добавлю. В программе сказано, это то, о чем многие спрашивают. Не просто подотчетно, а что это будет нормальный орган государственной власти, мотивированный, приезжая на развитие промышленности реального сектора экономики. А целый ряд известных кандидатур, много раз назывались, просто официальная презентация общего, расширенного народного правительства будет позже. Ну, вот есть вопрос. Он уже многократно был развенчан в интернете, но тем не менее этот миф продолжает ходить. Я думаю, стоит этот вопрос снова озвучить, хотя, на мой взгляд, это бред. Озвучит он следующим образом. Василий Дружинин. Здравствуйте, Павел Николаевич. Сегодня таксист сказал, что ваше предприятие принадлежит Абрамовичу. Это показали по ТВ Россия 24. Бред сивой кобылы, трудно комментировать, но все же. Ну, то есть, сознавайся, Грудинин, ты за сколько продался Абрамовичу? Ну, слава богу. Таксист не прав. Хотя таксисты гораздо больше знают, наверное, чем я. Поэтому нет, у нас 34 акционера, и среди них нет человека по фамилии Абрамович. Но контрольный пакет акций принадлежит топ-менеджерам, людям, которые проработали больше 20 лет в совхозе. И поскольку мы дивидендов не получаем, ни Абрамовичу, ни другим олигархам беспокоиться об этом, ну, о нашем предприятии не стоит. Потому что мы все деньги, которые получаем от работы своей, направляем на три вещи. Это повышение благосостояния наших работников и пенсионеров, на модернизацию производства и на социальные программы, которые хорошо известны в нашей стране, и мы можем их показать. Поэтому, поскольку дивиденды никто не получает, поэтому, в районе, еще нет смысла у нас быть акционером. Можно я добавлю, откуда ноги растут? Это же связано, как я понимаю, с реестродержателем. Ну да, у нас по закону теперь да. Вообще-то, да, реестродержатель вообще должен быть государственным, потому что связь Грудинин-Сабрамовича примерно такая же, как каждого нашего зрителя с Грефом, у кого есть карточка Сбербанка. А, ну да. А вас заставили, вам на работе дали карточку Сбербанка. Вы этого Грефа, может быть, сто лет не хотите видеть. Ну все, теперь вы принадлежите Грефу. Нет, надо отдать должное, что три года назад вышел новый закон. До этого мы были сами реестродержателем своих акций. А потом нас заставили перейти к реестродержателю какому-нибудь. И мы не виноваты, что реестродержатель, он принадлежит какому-то, может быть, олигарху. Нас государство гоняет законами то в одну сторону, то в другую. Мы вынуждены их выполнять, иначе мы пойдем уже в другую ситуацию беззаконен. Поэтому я думаю, что действительно, Юрий Ильич, прав, надо законы менять. В общем, как вы принадлежите Грефу. Вот то же самое. Ну что ж, понятно. Значит, я раб Грефа, и я работаю на Грефу. У меня тоже есть карточка Сбербанка. Ее все знают. И даже некоторые зрители перечисляют на нее пожертвования для канала. Вот вы на Грефа работаете. Ну ладно, переходим дальше. У нас, кстати, еще по закону обязаны открыть Сбербанки. Значит, наймите Грефу. Понятно. Давайте перейдем к следующему вопросу. Вопрос на самом деле важный. Задает его Максим Максимович. Но я прям так и хочу добавить Исаев. О безопасности кандидата. Какие меры принимаются? Ну, видимо, это имеется в виду то, что вот вы человек открытый, ездите в метро. Я сам и ездил с вами в метро, и вы в студию ко мне приезжали на метро. Вообще, ну, неадекватные люди везде есть. А тем более, когда вы являетесь, в общем-то, потенциальным руководителем крупнейшей по территории страны. Вот вы принимаете какие-то меры, или же все-таки все остается по-прежнему? С разрешением, Павел Николаевич, я отвечу на этот вопрос. И поскольку Павел Николаевич Грудинин выдвинут официально коммунистической партией Российской Федерации, разумеется, мы имеем в виду в том числе обеспечение физической безопасности кандидатов-депутатов. Но это слишком тонко... Президенты? Кандидатов-президенты Российской Федерации. Но это слишком тонко-щекотливая тема, поэтому вдаваться в детали мы по понятным причинам не можем. Но мы самым серьезным образом относимся к этой проблеме, и мы обеспечим необходимую безопасность нашего кандидата в президенты. Игорь Валентинович, вы меня слышите? Я вам сейчас еще одну историю расскажу. Когда на меня в аэропорту напали эти так называемые журналисты, знаете, кто меня спас? Таксисты. Один увидел меня и говорит, ну просто, конечно, они этого не покажут. Но увидел, говорит, слушай, так это же кандидат в президенты, вот за него надо голосовать. Журналист ему говорит, да нет, это тот, кто из Германии вернулся, он плохой. Говорит, да ты не знаешь, мы тут ездим по Домодедовской трассе, он очень хороший. Ну-ка быстро отойдите от него. И меня спасли. А другой из меня даже денег хотел не брать, чтобы довезти меня до совхоза от Домодедова. Поэтому на самом деле народ защитит, это точно. А мы когда с Игорь Валентиновичем ехали, там была такая интересная история. Человек подошел, говорит, слушайте, я за вас. Они люди в метро, это не те люди, которые работают за деньги или там льют зеленку кому-то на голову. Это нормальные люди. Не надо бояться людей. Но, да, бывают, конечно, случаи, мы попытаемся что-то сделать, чтобы как-то обезопасить себя. Давайте к следующему вопросу. Следующий вопрос от Пафил Аунин. Павел Николаевич, Дальний Восток освоить поможете как президент? Если да, то как? Среднему и малому бизнесу как поможете? Льготы будут начинающим? На мой взгляд, надо отойти от льгот начинающим, надо давать льготы всем. Дело в том, что два года вы начинающий или три года, как по закону, а потом уже не начинающий. А что, вам помогать не нужно? Снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес – это основа нашей программы. Им нужно делать второе, то, о чем мы все время говорим, что у каждого бизнеса есть смысл работать только в том случае, когда рядом небедное население, которое может купить что-то. Сейчас сложилась парадоксальная ситуация. Люди вынуждены идти в кредитные организации, чтобы как-то прожить, чтобы купить себе средства проживания первой необходимости, продукты, заплатить за ЖКХ. Это ненормально. Поэтому прежде всего нужно побороть бедность, а потом дать такую свободу бизнесу, чтобы он начал развиваться, чтобы он начал удовлетворять потребности этих людей. И это нужно сделать практически одновременно. Поэтому не только начинающим, а всем малым и средним предприятиям нужно существенно снизить налоговую нагрузку, снизить административное давление на этот бизнес. Ну и об этом вы увидите в нашей программе, которая будет представлена сегодня или в ближайшее время. Понятно. Давайте тогда следующий вопрос. Следующий вопрос задает Ирина Каланчина. Как работать в предвыборной кампании с теми, кто во всем разочаровался и не хочет идти на выборы? Ну вот, собственно, на самом деле вопрос достаточно важный, потому что сейчас мнения в интернете разделились. Одни говорят, мы протестуем против этих выборов, мы в них не верим, мы на них не пойдем. Другие говорят, нет, надо идти. И как работать в этой кампании с теми людьми, кто не хочет идти? Что им говорить? Какие аргументы? Ну, наверное, такие, что если вы не пришли на выборы, то вашим голосом обязательно кто-то воспользуется. Но это будете уже не вы, а тот человек, который принимает, ну скажем так, решение в избирательной комиссии, что нужно вот дойти до какого-то определенного процента за определенного кандидата. И поэтому, если вы не хотите, чтобы выборы были фансифицированы, вы должны прийти. А потом есть еще такая вещь. Ну, вы поймите, еще раз, плохую власть выбирают хорошие граждане, которые не ходят на выборы. Если вы хотите что-то изменить в этой стране, то вы должны прийти на выборы, другого выхода нет. Потому что выход на площадь куда-то там с булыжником, это уже не выход. Это гражданская война называется. И поэтому этого надо избежать. Поэтому я вас всех призываю прийти, если вы патриоты России, если вы хотите как-то изменить жизнь к лучшему, прийти на выборы и проголосовать. Ну, я добавлю, потому что очень важный момент, связанный с тем, что люди не идут на выборы только по одной причине, что они не верят, что их голоса будут действительно, так сказать, зачтены за конкретного кандидата, за кого они проголосовали. Ну, давайте тогда все-таки возьмемся за то, чтобы контролировать эти выборы. Приходите к нам, становитесь наблюдателями, работайте. Потому что сидеть, так сказать, на диване и рассказывать, что надо делать, это умеет каждый. А вот для того, чтобы действительно нашего кандидата провести, и чтобы этот кандидат был реальным, так сказать, с точки зрения поддержки народа, и видели, что кандидата поддерживает народ, приходите все на выборы, контролируйте выборы и конечным образом объясняйте людям, доносите информацию. Вы посмотрите, центральные средства информации стараются полностью замолчать Павла Николаевича, но зато у нас Собчак, но на каждом экране по 10-15 раз. Как из этого выходить? Только одним способом. Друг другу говорить, передавать, что есть такой кандидат, что надо прийти на выборы, что обязательно надо контролировать выборы. Включайтесь в этот процесс. И тогда мы победим. Добавлю слово. Действительно, последние годы выборы превратились в некую рутину, у людей возникла апатия, когда они чувствуют, что их голос ничего не решает, поэтому люди просто перестали ходить на выборы. Ну и в том числе, еще раз подчеркиваю, возникла некая, так сказать, рутина привычная. И вдруг появляется в избирательной кампании яркий, неординарный, новый человек, свежее лицо. И судя по всем вопросам общественного мнения, сейчас очень сильный запрос на обновление, на новые лица. И КПРФ в данном случае, в данном случае я говорю не как представитель руководства партии, так сказать, а как рядовой избиратель. КПРФ сделала достаточно умный шаг, так сказать, выдавив вот этого непривычного, нестандартного человека с очень хорошей репутацией именно делового человека, крепкого хозяйственника, то что называется, красного директора. Я думаю, что это само по себе будет способствовать привлечению очень многих на выборы тех, кто до сих пор на них не ходил. Да, я тоже хочу обратить внимание, чтобы не было такого, что каждый хвалит как бы только свое. Мы, ПДС, МПСР, ВКПРФ, я тоже хочу подчеркнуть. Вы тоже как избирательная работа. Я наоборот хочу подчеркнуть, что именно КПРФ, которой я не принадлежу, но с моей точки зрения сделала совершенно удивительный исторический шаг. Именно не потому, что у них какой-то безрыбий или еще что-то, а потому что они осознанно решили, что нужно собрать более широкий фронт для того, чтобы представить реальную альтернативу, общенародную. Мы позиционируем нашего комендата как народного комендата. Это принципиально важно. В этом смысле нельзя не отдать должное КПРФ и его руководству. Это очень важно. Продолжение следует... Продолжение следует...